26-й открытый фестиваль телекомпаний Московской области Братина начался с традиционного конкурса телерепортаж с колес. В этом году в нем приняли участие 10 средств массовой информации. «Искра Вект» из Воскресенска, «Видное ТВ», «Видновские вести», «Вечерний Дмитров», телевидение «Поиск» из Клина, телекомпания «Радуга» из Павловского посада, телевидение «Развилка», телекомпания «ТВ-комсет» из Ступина. Наряду со взрослыми в конкурсе принимали участие детские телестудии «Маленький тонус» из Сергиева посада и школьный информационный калейдоскоп из села Березники из Владимирской области. Тема репортажей по традиции оставалась в тайне. Утром 13 октября все участники самого непредсказуемого конкурса собрались на тонусе, где и прошла долгожданная жеребьевка. В этом году внимание подмосковных журналистов по замыслу организаторов было приковано к памятникам Сергиева посада. И это вполне необъяснимо в нынешней политической обстановке. СМИ держат оборону в тылу, сохраняя историческую память и просвещая зрительскую аудиторию. Героя Советского Союза Кузнецова. Какая тема вам досталась? Памятник Ленину. Как вы считаете, сложная она для вас или нет? Я считаю, она не совсем сложная, потому что мой папа, он разбирается в истории, особенно Советского Союза, собирает коллекционные фигурки, монеты, эмблемы велосипедов. Раньше мотоцикл собирал, снимался в кино и многое мне рассказывал. Нам выпал прекрасный памятник Сергию Радонежскому, собственно говоря, Сергий в посад, Сергий Радонежский, Красногорская площадь. Вот поедем искать. Сложно для вас эта тема? Или вы уже знали что-то о преподобном Сергии? Слушайте, ну, знаете, мы из Дмитрова, и я думаю, что здесь даже территориальное расположение не столько важно. Люди верующие, люди православные, конечно, знают преподобность Сергия Радонежского, Троица Сергия Лавра, поэтому с Божьей помощью, я надеюсь, на все получится. Как только конверты с заветными темами были получены, съемочные группы вооружились всем необходимым оборудованием и отправились на указанные точки. Памятник писателю Михаилу Пришвину в парке «Скидские пруды» достался видновским вестям. Коллектив этой газеты решил посоперничать с коллегами-телевизионщиками и создать видеоподкаст к печатной версии издания. Впервые в истории Братина репортаж с колес снимала печатная СМИ. Наблюдать за работой наших коллег – одно удовольствие. Как только зашли в парк, сразу достали камеру и начали снимать. Нашим коллегам из города Клин досталась по-настоящему сакральная точка. Памятник на аллее дружбы и солидарности журналистов всем братинщикам. Да, действительно, на меня возложена очень ответственная миссия, потому что памятный знак солидарности журналистов – это действительно очень важно для нас всех, сотрудников СМИ. Я уже узнала, что он был заложен, именно этот камень, в 2012 году. Мы стараемся сейчас сделать какой-то такой интересный сюжет, вспомнить историю. Надеюсь, у нас все получится. Сразу после этого наша съемочная группа отправилась понаблюдать за работой телекомпании «Видное ТВ», которым достался памятник революционеру Владимиру Загорскому. Самая ближайшая локация досталась телевидению «Развилка». Им предстояло снять памятник Саве Мамонтову на привокзальной площади. Памятник преподобному Сергию Радонежскому у стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры достался вечернему Дмитрову. Знают ли школьники, кто такой Ленин? Ответ на этот вопрос зрители могли узнать из сюжета школьного информационного калейдоскопа из села Березники. Маленький тонус получил непростое задание – памятный знак пострадавшим за Христа в годы гонения и репрессии. Ну что я могу сказать о нашем процессе? Он проходит довольно несложно, интересно. Нам с моим оператором интересно работать и что-то для себя, извлекать какой-то урок. Есть ли какие-то уже наработки? Да, конечно. Наработки, прямо скажу, неплохие. Нас все устраивает. Вообще все идет хорошо, как задумано. У памятника советскому военачальнику Героя Советского Союза генералу-полковнику Василию Кузнецову мы встретили съемочную группу телекомпанию «Искровект» из Воскресенска. Тему я не считаю уж очень сложной. Нам тема досталась – памятник Героя Советского Союза Василию Ивановичу Кузнецову. И еще до поездки сюда, на Донбассе, давайте мы, Виталий, в кадр, да. Что мы недавно, буквально несколько дней назад были на Донбассе и познакомились с Виталием. Виталий пригласил нас снять материал о том, как он вывозит детишек из военного Донбасса и привозит в Московскую область специальные лагеря, где детишки учатся, живут. И зная, что 13-го числа я приеду на Братину, я не мог не пообещать ему приехать к нему в этот лагерь, посмотреть, как живут эти детишки, которых мы снимали, которых отправляли из Донецка. И тема Василия Ивановича Кузнецова как раз удивительно перекликнулась нам. И вот сейчас мы возложили цветы, и думаю, в сюжете вы все увидите. Далее мы отправились на поиски других телекомпаний и неожиданно встретили коллег из Павловского посада, но совсем не там, где ожидали. Вы следуете, да? Это так и есть. Там одна съемочная группа. Я не скажу, о чем мы снимаем. А почему вы на всех точках побывали? А потому что Сергеев посад не может заключаться в одном памятнике. Потому что Сергеев посад – это сам памятник под открытым небом. Это город памятников. Так что приходится вот бежать. Извините, мы опаздываем. У нас еще масса дел. Бежим, мы быстрее от них. А памятник семье преподобного Сергия снимали, согласно жеребьевке, журналисты из ступинской телекомпании «ТВ Комсет». Зачем-то объехав весь город, съемочная группа из Павловского посада добралась, наконец, до памятника Петру и Февронии, который достался им по жеребию. Да вы знаете, в Сергиевом посаде темы-то они все прекрасные, какие они сложные. Они же богатые историей, они насыщенные, есть о чем рассказать. Главное – придумать изюминку, потому что памятники, они безмолвные. В антураже осени они еще такие грустные. Из-за этого хочется найти что-нибудь такое оригинальное. Вот будем искать. Секретов сейчас не откроем, но я надеюсь, что получится, потому что у нас все связано с везением. Вот так и снимали свои репортажи «С колес» подмосковные телевизионщики. Что у них получилось, смотрите в нашем эфире. А победители определят зрители. Как только все телекомпании закончили съемки, отправились на тонус монтировать репортажи «С колес». У конкурсантов была непростая задача – уместить все свои мысли, идеи и отснятые кадры в хронометраж две минуты. Сложно монтировать на чужой территории? Знаете, безусловно, сложно. Сложно в каком плане? Если это не та программа, к которой ты привык, да, монтажная. Вплоть до мелочей. Не та мышка, не та клавиатура. А операторы, люди, которые ежедневно монтируют, они знают, что клавиатура очень нужна и важна. Почему? Потому что там есть кнопки быстрые, да? Быстрые кнопки это называется, которыми раз-раз-раз-раз все сделал. Естественно, все здесь другое, но сложность – это не в том, что там не получается. Сложность – это в том, что процесс занимает больше времени, чем бы он нас занял на нашем привычном месте. Но таковы условия конкурса. Мы его принимаем, поэтому сидим, монтируем и, собственно говоря, радуемся тому, что программа для нас знакома. Поэтому я думаю, что все получится. В школьной студии у меня 8 человек, в юн-прессе 11 человек. Ну, достаточно сложно, потому что снять-то все это просто, а вот разговорить людей на улице – это сложно. Вот, не все хотели общаться, но мы подружились с некоторыми и нам дали интервью. В общем, мы достигли цели своей. В этот же день, 13 октября, в 20 часов на телеканале «Тонус» начался прямой эфир, где были показаны готовые репортажи с колес и принимались звонки от телезрителей. Чтобы избежать звонков от случайных людей, участникам голосования задавали уточняющие вопросы. «Активное телевидение, а не подскажете, что там было? Не напомните? О чем был сюжет?» «Ага, все, ваш голос учтен». «Телекомпания «Тонус», добрый вечер. «Да-да-да, слушаем вас». «Алло». В это время в гостинице все участники смотрели прямой эфир, болели за своих и обсуждали профессиональные тонкости. За 15 минут до окончания эфира завершился прием звонков. А в студии начался подсчет голосов, поступивших на все четыре телефонных номера. Итак, третье место телекомпания «Поиск город Клин» за сюжет «Памятный знак», «Аллея дружбы» и «Солидарность» журналистов. Второе место, поздравляем коллеги, телестудия «Маленький тонус», «Город Сергей Паса», «Митарический вопрос». «И первое место». «Ну, дробь-то будете делать?» «Да, давайте, дробь». «Алла». «Алла». «Телекомпания «Радуга», «Город Павловский Посад», «Любовь и Голуби». «Впечатление очень хорошее. Мы где-то 20 лет, наверное, шли к этой победе, именно репортаж «С колес». Поэтому мы очень рады. Мы занимали то вторые места, то призы, детские симпатии, то еще что-то. Но в этот раз мы просто в шоке. Мы очень довольны своим результатом». В прошлом году рассказывали о музеях, в этом году о памятниках было интересно. Потому что, на самом деле, как мне сказали, что многие люди ведь не знали, что Загорск, такое название, город носил, потому что, не потому что он был за горами, да? Потому что был некий человек, революционер по имени Владимир Загорский. «Мне очень понравилась атмосфера конкурса. Она как-то домашняя. Сближаешься с участниками». «Впечатления были достаточно незабываемые. Такого еще не было. Это вроде как, если я не ошибаюсь, это первый раз, когда мы получаем второе место именно на Братине. Я очень счастлив. Спасибо тем, кто голосовал. Спасибо вам большое». Вот так и закончился брендовый конкурс «Телерепортаж с колес» фестиваля телекомпании Московской области «Братина». А жители Сергиева Посада взглянули на родной город со стороны и, возможно, захотели побольше узнать о великих людях.